Итак, добрый день, дорогие друзья, всем добрый день, доброе утро, бонжур, шалом, хелло. Извиняюсь, вчера не было урока, я просто был в перелетах. Представляете, такая сейчас жизнь стала интенсивная, что за, буквально за один день, я вечером вчера вылетел, нет, я вылетел в 6 утра из Тиева, через Варшаву прилетел в Прагу, в Праде провел тренинг и вернулся ночью, сегодня в 3.40 вернулся в Тиев, и вот уже все, урок сегодня есть. А вчера очень поздно предупредил Итана, что я улетел, и получилось, что урока не было, очень извиняюсь за пропущенный урок. Все, мы продолжаем изучать, изучать Мишли, 6 глава, притчи царя Соломона. Вот с одной стороны, как подумаешь, кому легче живется, нам сейчас, когда у нас движняк вот такой вот Сидизмунд, он же Солом Александр, он в Индии, сидит сейчас в Индии, смотрит вот так по телефону урок. И кому сейчас легче? Тем, кто раньше жил, у них было там из новостей весна, лето, осень, зима. Все, вот 4 было новости в году, и пастух какой-нибудь, он сидит целыми днями с овцами где-нибудь в лесу, не в лесу, а в поле, да, и медитирует, медитирует, вот это вот смотрит, там птички поют, слышит, да, на цветочки смотрит. Пастухи, у нас были все праотцы, которые с Богом вошли в контакт, они были пастухами. И Машера Бейну был пастух, пасовец, и даже не пастухи тогда, да, Баруха Тодойной, Элейны, Марафором, Шакольный, Абитвером. Даже не пастухи в то время, они были очень сильно погружены в себя и связаны с природой. То есть у них была совсем другая система взаимодействия с собой и миром. У нас из-за того, что с детства идет огромный объем картинок визуальных, вот этих вот файлов, визуально-аудиальный, вот эта интенсивность какая-то, там я до сих пор помню Брежнева, например, как выглядит Брежнев. Кто Брежнева помнит? Конечно, когда Брежнев в голове живет у человека, это уже ненормально. То есть или у него живут какие-то, ну, виды красивые, или Брежнев в голове, это понятно. Теперь, значит, это просто у меня был вопрос, кому легче живется? Нам сейчас, что мы можем летать, смотреть видео, у нас есть миллион разных задач и возможностей. Или все-таки было легче им, когда у них было все намного проще, намного проще, меньше информации входящей. Но из этого, мне кажется, у них было меньше шумов в мышлении, которые им позволяли более быть такими осознанными и вдумчивыми. То есть они замечали малейшее какое-то изменение в каких-то духовных влияниях, силах и так далее. Мне кажется, что в то время они были более внутренне ориентированы, а мы более внешне ориентированы. Хорошо, теперь, значит, мы дошли до того, что говорилось о ленивом человеке. Дальше говорилось о человеке без ярма торы. И дальше было дано нам шесть признаков этого человека без ярма торы. Помните, мигает глазами, говорит ногами, дает знать и пальцами. Извращенное в сердце его умышляет зло, сеет раздоры. То есть было перечислено шесть его признаков и седьмой сеет раздоры. Теперь, дальше говорилось, что вдруг придет, если он такой этот злодей, и то тогда придет вдруг его погибель, он будет сокрушен без исцеления. То есть, если он такой уже законченный злодей, со всеми признаками злодейства, то есть он уже такой сертифицированный злодей, шесть признаков, и седьмой он сеет раздоры, значит, сказал нам Бог через царя Соломона, что внезапно, 15 отрывок шестой глазы, Алькен Питом, Яво Эйдо, Пета и Шабер Вен Марпе. То есть у него вдруг придет вот этот вот слом, и у него нет излечения. Хорошо? Потому что нет вот этих вот заслуг, которые его защищают. Теперь, значит, дальше шестнадцатый послуг, что шесть вот ненавидит Бог, шесть вот этих перечисленных признаков ненавидит Бог, а седьмой тоават навшо. Седьмой это прямо мерзость для Бога, мерзость для Бога это седьмой признак, это сеет раздоры. Теперь идет потом, идет потом с семнадцатого отрывка идет расшифровка вот этих вот шести признаков, идет их более углубленное такое изучение, как они выражаются, эти шесть признаков, чтобы мы видели эти шесть признаков в себе и в других. Ну то есть понимали, что вот это как раз, помните, было первое, нам сказали, мигает глазами своими. А здесь семнадцатого отрыва говорится так, и на им работ, глаза гордые. Что значит, то есть идет расшифровка, там написано моргает, а здесь написано глаза гордые. Что за глаза гордые? Значит, начинается все, все начинается вообще в жизни человека с глаз. То есть глаза видят, человек смотрит, дальше его сердце, его как бы мышление, оно, если он увидел что-то, что его манит, оно хочет сердца, потом руки-ноди делают. То есть идет как бы вначале глаза, потом мышление. Теперь и на им работ, есть такой, тоже мы учили в Пертьевод много про это, там есть злой глаз и так далее. То есть речь здесь о том, как человек смотрит на вещи. То есть есть, которые смотрят свысока на все, да, типа, кто сказал Бог, кто это Бог вообще? Фараон, когда Маше Рабену с ним разговаривал, Маше говорит, я пришел от Бога. А Фараон говорит, кто это Бог такой вообще? Не знаю никакого Бога. То есть вот этот вот высокомерный взгляд, высокомерный, осуждающий и ищущий недостатки, это вот высокие глаза. Дальше, помните, второй был признак, корец бейнаф молель бераглав, двигает ногами. А здесь написано Лошон Шетер. Лошон Шетер это язык, язык лживый. Язык лживый. Значит, что такое язык лживый? Здесь речь идет о том, что человек постоянно, постоянно себе рассказывает о том, что вокруг происходит и дает всему объяснение. Вот всему он дает объяснение, всему он дает какие-то оценки. И у злодея, у него язык лживый, он обманывает. Он обманывает других, он обманывает себя, он извращает историю всю. Теперь дальше написано, что пальцы там что-то делают. Мурэбэц Баатав, пальцами он делает. Здесь написано, что выедаем шовхот дам. Руки проливают кровь дамнати, кровь невинную. То есть, еще раз я полностью прочту 17-й отрывок. Глаза высокомерные, язык обманчивый, лживый. И руки проливают кровь невинную. То есть, все это приходит к тому, что когда у человека вот этот вот взгляд высокомерный, он себе извратил, объяснил язык лживый. Объяснил, что да они все там, ну в общем, он плохо себе как-то объяснил про людей. Дальше он дает себе право этих людей убить. Руки его дальше проливают кровь невинную. Дальше. Лев Хореш Макшивот Овен. Сердце у него, это уже 18-й отрывок. Сердце у него производит, Макшивот Овен, это мысли грешные. Кующие злые замыслы, да? Так переводят. Значит, что это имеется ввиду? Когда он уже стал на этот путь, он стал не просто злодеем. Есть люди, которые вот он сделал зло, потом он сожалеет и мучается так и страдает. Думает, зачем я это делал, как я мог там и так далее. Потом он опять делает, опять мучается. Опять делает, опять мучается. Но он хотя бы мучается. Он понимает, что то, что он делает, это неправильно, это зло. Теперь, но есть другая стадия. Когда он уже, как есть известная история, когда женщина там пришла к психологу и говорит, что вы знаете, я вот там, ну, совершенно распущенная женщина в отношениях с мужчинами. Мне там вообще не важно с кем, вот просто не могу себя в руках держать. Кто, что там вообще, такая распущенная, что ужас. И мне потом жутко стыдно за свое вот это вот распущенное поведение. И ей этот психолог говорит, хорошо, сейчас давайте с вами поработаем, чтобы вы могли полностью себя контролировать и, ну, как бы не попадать в эти ситуации распущенного поведения. А эта женщина говорит, нет, говорит, мне нужно, у меня другой заказ к вам. Я хочу себя потом хорошо чувствовать, я мучаться не хочу. Я хочу, чтобы я потом, ну, просто, чтобы это для меня стало нормой. И, вы знаете, вот здесь как раз об этом написано, что следующая стадия, когда человек постоянно делает зло, он раз сделал, два сделал, три. На четвертую он стремится сделать это зло себе разрешенным и сказать себе, что это не зло, а добро. То есть он как бы ищет идеологию, которая ему это разрешит. Или если он не находит идеологию такую, он ее сам создает для того, чтобы объяснить, что все, ну, все отлично, ничего плохого не делаем. Но большинство людей не умеют создавать идеологии, поэтому они ищут чьи-то идеологии, которые уже созданы. Да, там тот же Фрейд скажет, что все нормально с этой женщиной. Теперь дальше. Дальше, но седьмое, седьмое Бог ненавидит больше всего, это тот, кто сеет раздоры. Почему? Потому что все вот эти вот, ну, кроме как убить кого-то индивидуально, все остальное, это индивидуальные проблемы человека, когда он себе лично лишает себя в начале покоя, потом грядущего мира, потом там духовной жизни и так далее, и физической жизни. То есть, в принципе, делать зло, это выбор человека. Если он хочет сделать этот выбор, то Бог ему не мешает. То есть тот, кто выбирает добро, тому Бог помогает. Тот, который выбирает зло, тому Бог не мешает. Но когда начинается, начинается вот в девятнадцатый отрывок, Яфиах, Завим, Эдж, Шотер, когда свидетель, же свидетель, он начинает произносить и распространять эту ложь, Умишалеях, Медяним, Бен Ахим. И он рассылает суды между братьями. Это то, что сейчас происходит в Израиле. В Израиле, например, есть вот эти вот антирелигиозные люди, которые, которые, они, ну они антирелигиозные, ладно. Но зачем на парады выходить? Зачем выходить на парады и делать это идеологией, и заставлять всех быть такими же? То есть это уже проблема. Хорошо, ты хочешь ездить в Шаббат, ты не веришь, что Бог сказал в Шаббат отдыхать? Бывает. Хорошо, езди в Шаббат. Но заставить, чтобы транспорт ходил в Шаббат, это сделает проблему всем. То есть они могут сказать, нет, они так и говорят. Они говорят, мы не верим в эту идеологию, что Бог дал идеологию, что в Шаббат ездить нельзя. Они в нее не верят, но есть миллионы, которые в нее верят. Хорошо, но они говорят, мы мало того, что мы будем нарушать вашу идеологию, мы свою идеологию поставим законом выше божественной идеологии. И когда они это делают, тут же начинаются ливни, начинаются потопы, земля начинает трястись, начинают лететь ракеты. Они говорят, нет, это фигня все. Это все вещи не связанные. Мы против Бога идем, потому что мы злодеи, у нас сила. Они себя злодеями не называют. Они себя называют просвещенными, демократичными людьми, которые борются с мракобесием. То есть они повернули, взяли божественное и сделали это мракобесием. Себя они сделали носителями света, идут против Бога. И как бы это то, о чем говорит царь Соломон в 6 главе 19 отрывок, что это вот то, что Богу противнее всего, когда мир начинает не просто... Когда кто-то нарушает, Бог терпит. Он терпит грешников, он терпит, но когда общество ставит законом антибожественный закон, это проблема. И это проблема огромная, которая решается потопом с Дома Амора и цунами и так далее. То есть когда смыло там пол вот этой вот Азии, которая была центром мирового разврата, то ну как бы те люди, которые знали, они не удивились. Те, которые не знали, они типа вот, а почему это смыло там? Было когда-то цунами. Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Да, стало нам понятно, стало нам понятно, теперь вот здесь еще, я вот прочитал сейчас комментарий один, что тот, кто сеет раздоры между братьями, еще имеется в виду сплетничество и злоязычие. То есть когда люди начинают словами даже переносить сплетни там и так далее, это тоже Богу очень противно, хотя казалось бы, что здесь такого, один сплетню рассказал, другой сплетню рассказал, третий передал, четвертый передал, но это очень плохое качество, злоязычие, это тоже сеет раздоры. То есть нужно шалом, шалом, шламут, чтобы было все вот добро, соединение, но, конечно, представляете, аппарат гордости, они ждут под этими лозунгами те же соединения, объединения, слияние там и все. То есть вот пойди разберись нормальному человеку, обычному, новому, да, такому, ну обычному человеку, где добро, где зло. Смотрит, симпатичные такие идут, цветными флагами размахивают, все, и он такой симпатичный ребята, все накрашенные, и молодой какой-нибудь студент, а тут идут религиозные, мракобесы такие, в меховых шапках, в колготках таких, знаешь, там такие мужики симпатичные, в металлических цепях, а тут в меховых шапках. Куда молодому студенту приткнуться? Понятное дело, что он, как бы, к сожалению, может приткнуться не туда, а потом и все у него, да, вся жизнь поехала. Хорошо, теперь 20-й отрывок, как спастись от этого? Как от этого спастись? От этого спастись очень просто, значит, 20-й отрывок 6-й главы, нсор бни митсвата виха, значит, храни заповедь отца твоего, то есть, храни заповедь Бога, храни заповедь Бога, то есть, это очень интересный 20-й отрывок, нсор бни митсвата виха, в альте то, что рад им эха, и не отклоняйся от Торы, матери твоей. Вот тут непонятно, то есть, мы знаем, что есть Тора, это вот то, что мы сейчас изучаем, это мировоззрение, Тора это учение, учение свет, мы разбираемся, нам царь Соломон объясняет, как работает мир, то есть, он объясняет, Карл Маркс объясняет, Фрейд объясняет, но сравните, Фрейда, какой-то непонятно, откуда взялся, Карл Маркс, который вообще непонятно, откуда взялся и куда ушел, и царь Соломон, мудрейший из людей, который, Мишли, это уже тысячи-тысячи лет, изучают и евреи, и потом весь мир начал изучать 2000 лет назад, это, Мишли же притча входит и в христианскую Библию, это как их святая книга, и значит, царь Соломон нам объясняет Тору, Тора это учение, а есть заповедь, заповеди, эта книга, есть в Торе, конкретно, 613 заповедей, которые еврейский народ обязался соблюдать, на сегодня у нас есть ссылочка на каждый урок, есть, осталось из 248 повелительных заповедей, осталось 77, которые мы сегодня можем именно соблюдать сегодня, из них большая часть только в празднике, то есть, вот так реально на ежедневной работе есть там около, я не знаю, 20-25 заповедей, которые можно в течение дня соблюдать, и запретов, по-моему, там 195, в общем, запретов осталось, а всего было 365 дней, 365 запретов, как дней в году солнечном, и значит, это называется заповеди, на иврите слово заповедь это митцва, митцва это приказ, то, что Бог приказал делать и приказал не делать, и здесь говорится, сохраняй, сын мой, говорит царь Соломон, именно заповеди, приказа отца твоего, и не отказывайся от учения матери твоей, почему в таком порядке, должно же быть в начале учения, в начале ты должен все понять, осознать, а потом сделать, почему здесь написано в начале сделай, и почему еврейский народ, когда было дарование Торы, они сказали на горе Синай, на Севы Нишма, сделаем, а потом будем разбираться, потом будем понимать, почему именно в таком порядке, объясняет Малбим, что если человек понимает, но не делает, такое часто случается, часто случается, есть много людей, которые понимают, что надо делать зарядку, я думал, что большинство понимают, надо спорт, с тем не поговоришь, да, надо, надо, надо спортом заниматься, да, надо бы, надо, конечно надо, то есть любой человек понимает, из них 80-90% спортом не занимаются, то есть они понимают, теперь, но каждый, кто занимается спортом, он точно понимает, что его надо делать, поэтому нам сказал царь Соломон, нам сказал царь Соломон следующее, что сохраняй заповедь, сохраняй заповедь, если ты будешь делать заповеди, тогда ты не отойдешь от Торы матери твоей, но если ты будешь просто изучать, но не будешь делать, то тогда ты, скорее всего, делать так и не будешь, то есть ты можешь все понимать, ты можешь быть очень хорошо понимать, но ты делать не будешь, поэтому акцентом должно быть именно делай, делай, соблюдай вот сейчас шаббат это заповедь и так далее то есть делай, делай, сохраняй сын мой заповеди и не отойдешь тогда ты от Торы матери твоей, то есть от Торы все, на этом мы сегодня разобрались, как мыслят вот эти все злодеи, которым придет им придет придет им, вдруг им придет сокрушение, да, поэтому не надо быть злодеями, нужно следить за своими глазами, следить за своим мыслительным процессом нужно, значит следить естественно чтобы никого не убивать, да а что вместо этого надо делать, именно надо себя занять правильными, правильными вещами, надо делать, заповеди, заповеди заповеди и одна из главных заповедей это ДзДК ДзДК это заповедь ну правда она по времени маленькая, ты берешь денежку положил, а есть заповедь, которая по времени, очень долго времени занимает ей можно занять все свое время это гмелут хасадим добрые дела то есть ты кому-то там доброе дело едешь на другой конец города кому-то помочь бекур халим про это тоже входит гмелут хасадим проведывание больных ты едешь в куда-то там далеко в больницу проведать больного это ты вся твоя дорога от выезда до возврата это все заповедь добрые дела представляете люби бойся но нужно заповеди в действии или вот и там предлагает он говорит я бога люблю я все время занят заповедью я люблю бога значит в а как бога можно любить он любит там лице своей жены например или там он очень как бы бог сказал люби ближнего своего как себя вот он жену любит как себя и он постоянно выполнение заповеди люби бога люби ближнего и жене помогает сейчас пойдет к шабату готовится молодец то есть он как бы он компактно выполняет заповеди в рамках в рамках дома семьи и квартиры можно целыми днями заниматься выполнением заповеди отлично это тоже хороший вариант как вот и там тоже он все любит компактная у него даже беговая дорожка дома он вообще все очень компактно вы и он дома побегал потом выполнил заповедь люби жену потом подготовка к шабату все не выходя из дома получил тору обучил торе все как бы можно делать на на вот на очень маленьком кусочке этой площади все дорогие друзья напишите пожалуйста свои выводы из сегодняшнего урока и всем шаббат шалом чтобы был хороший шаббат и очень много заповедей очень много мисвод все удачи успехов пока